Иран угрожает Зеленскому концом стратегического терпения из-за заявлений в Конгрессе США по поводу дронов. Дескать, еще раз подчеркиваем, что мы всегда уважали территориальную целостность стран, что мы никогда не давали дроны и так далее. Слушайте, ну как так можно в современном мире, я не знаю, утверждать, если была давно проведена экспертиза? И не только мы говорим, что это иранские дроны. Говорят об этом все эксперты, стран НАТО и так далее. Я понимаю, что можно так-то, потому что господин Лавров говорил, что мы не нападали на Украину, когда уже во всю шла война. Эти говорят, что это не наши дроны. Но зачем? Со стороны Зеленского это была очень грамотная манипуляция общественным мнением. Американским правильно абсолютно, конечно, склеить Иран и Россию вместе, это очень правильно. Потому что на слово Иран в Конгрессе существуют, как это называется, условные рефлексы, или безусловные, какой там жестче из них. В общем, прям рефлекс, рефлекторно выделяется слюна при слове любого конгрессмена. Вот уже 40 лет. 40 лет, говоришь Иран, все понимают, все, враги, извращенцы, ужас, террористы, ай-яй-яй, кошмар и ужас. Потому что мы помним, что они там сделали с американским посольством и так далее. Поэтому склеить вместе Россия и Иран, так через запятую поставить, для конгрессменов это, я уверен, что сработало. Уверен, что сработало. Иран обиделся, да. Это понятно, потому что Иран официальный. Говорит, мы тут, нас там, их там нет. И если его пытаться проводить следствие, ну, чего, конечно, не будет, то он объяснит, что это не государство, что это не государственные поставки. Ну, вот бывает так. Вот давайте. Бут торговал оружием. Помните, такое было? Да, да, да. Каким оружием он торговал? Ну, которое кто-то кому-то продал. Сначала государство СССР еще продало оружие, не знаю, государству, грубо говоря, Албании, например. Есть, кстати, фильмы даже про это как-то называлось, уж не вспомню. Ну, неважно. Вот албанцы, у них были огромные... Работа? Оружейный барон. Нет, была такая хорошая комедия про торговцев оружием, таких молодых ребят, потому что там именно в Албанию, они приехали в Албанию, и там огромные склады советских патронов, например. Которых больше нигде не достать для автоматов Калашникова, они для американской армии закупали, для Афганистана. Вот. И там просто с советского времени Албания же была супермилитаризированной страной. Вот туда куча все поставлена. А дальше, когда они это продают, это же уже не государство Албании. Это не государство Албании. И не государство России, хотя это российского производства. Это уже кто-то, какая-то компания в Албании, которая за это время несколько раз меняла какие-то бумаги и так далее. Так и Иран. Он будет рассказывать, что мы поставили там Сирии. Не знаю, да? Мы Сирии поставили. А Сирия, как выяснилось, продала Хамасу. А Хамас, как друзья России, продал Россию. Но мы-то поставляли Сирии. Вот наш договор. Они его сейчас не предъявят, потому что такие вещи не предъявляются. Но может оказаться, что с формальной точки зрения, как бы к ним не подкопаешься. Может такое, в принципе, в теории оказаться. Может быть, поэтому они досуспорно... Они же могут отследить эту цепочку очень легко. Они же сами должны отвечать за оружие, которое они продают. Нет, не совсем. Они должны. Они отвечали, грубо говоря, за первую сделку. А дальше они могут осуждать Сирию, писать ей ноты протеста. Ай-яй-яй, вы продали не тому и так далее. Но я имею в виду, что они, возможно, как-то пытаются... Понятно, что все это шито белыми нитками. Но они пытаются, так сказать, сохранять... Вот в данном случае уместное выражение «сохранить лицо», которое применяет Макрон. Иран пытается сохранять лицо, потому что Иран пытается как-то вернуться в какие-то сделки. Хотя только что уже сказали, что ядерная сделка с Ираном умерла. Ну вот. Поэтому Иран пытается, собственно, отрицать. Не потому, что он вот так хочет все и сразу. Потому что, ну, отчасти, возможно, формально это не Иран, а корпус стражи Исламской революции, который не является частью возможного государства. Возможно. Возможно, и является. И вообще у них же там как бы двойная такая... Ну, двойной закон. Вот тебе Коран, и это закон. А вот тебе закон, и это тоже закон. По этому закону вроде не продавали, а потому вроде и продавали. Михаил, еще очень интересно с вами обсудить, потому что мы вчера обсуждали это вот в прямом эфире с Романом Светаном и с Юлией Латыниной. Позиция Китая. Есть сенаторы, американские в том числе, которые говорят о том, что Китай пытается... Вернее, не Китай пытается, а Россия добилась от Китая вроде бы как совместной позиции по украинской войне. Другие говорят, что нет, это ерунда, потому что Китай Син никогда на это не пойдет. Но мы видим вдруг эту странную встречу Си с Медведевым. Кто такой Медведев? Ну, понимаете, я бы точно так же удивилась, если бы он встретился завтра с Пригожиным или с Бутом или еще с кем-нибудь. Ну, Медведев, мне кажется, сегодня птица такой же величины. Он уже там политик четвертого ряда или пятого. Я за вчерашний день выдвинул в пяти эфирах пять разных версий, почему Медведев оказался в Пекине. Ну, потому что меня просто... Какая вам ближе? Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что... А потом я позвонил одному своему умному другу и спросил, что он думает, и мне его версия нравится больше. Я поэтому его сейчас версию расскажу. Мне кажется, она самая правдоподобная во всей этой истории. Вот она ложится. У меня не складывался пазл, а так сложился. История следующая. Как мы помним, товарищ Си, как минимум дважды, если не больше раз, сказал, что разговоры о применении ядерного оружия совершенно неприемлемы. Имея в виду следующее. Он даже об этом совместно по-моему с Шольцем заявил. Что неприемлемо не только применение, но и разговоры о применении. Угрозы применить ядерное оружие неприемлемы для Китая. Это были прямые слова, обращенные, естественно, только к Путину. Потому что никто в мире больше этим не занимается. И Путин тогда, ну вот я, когда мне это товарищ мой сказал, я тогда отмотал назад факты. Да, и Путин перестал тогда угрожать ядерным оружием. Он им угрожал, но перестал. Перестал. А сейчас, за последний месяц, угрозы ядерного оружия снова появились. И начались они, и инициатором этого всего был Медведев. Не только в своем твиттере, но он еще выступал с какой-то пресс-конференцией по этому поводу. Ядерное оружие, как там мы можем и так далее. И вот товарищу Си, я уверен, просто не понравилось. То есть его указания сначала было выполнено. А потом его стали просто как бы, что это такое, значит. Не выполняется указание товарища Си, правильно? И он мог вызвать к себе лично Медведева. Именно Медведева, как человек. Вы думаете, Си такого уровня политик, там огромная, пусть это элитарная страна, будет вызывать любого сумасшедшего на ковер? Завтра Гиркина таким образом можно вызвать, понимаете? Или еще кого-нибудь, какой-нибудь сумасшедшего? Значит, нет. Объясню первый пункт. Первый. Гиркин не является официальным лицом. Медведев, у него есть несколько должностей. Несколько. Первая должность, это зампредседатель Совета Безопасности. Да, вроде бы недостаточно. Вторая должность, она как бы неофициальная, но она есть. Третий президент России. Это очень важно. Третий президент России, это очень много. Мы же помним, что второй президент Украины вел переговоры, например, был главой контактной группы. Какие-нибудь бывшие президенты США постоянно ведут какие-то мирные переговоры. То есть, это важное лицо, бывший президент. Ну и, наконец, он глава правящей партии. Так же, как и Си, глава правящей партии. И, кстати, вот эта встреча формально была оформлена на партийном уровне. Это глава правящей партии Китая встретился с главой правящей партии России. Так это было представлено официально, да, в Китае. Вот. Поэтому. Теперь у него есть аналитики, естественно. Он же не сам там сидит, все-таки колупается. Так, а почему у них снова там? А вот кто главный? Вот этот главный зачинщик. Вот этот, он же его знает, да, Медведев? Он же с ним встречался, пока Медведев был президентом. Поэтому, кстати, лично, наверное, не встречался. Потому что уже, я же не помню, когда другой был. Не важно. Они понимают, что Медведев это прошлый президент. Да, я считаю, что могли вызвать именно его. Прямо вызвать и тем самым унизить Путина. Унизить Путина. Ведь он же отказался встречаться с Путиным. Отказался. А с Медведевым, ну-ка, вызываю я к себе Медведева, чтобы ему указать. Вот эта версия, мне кажется, реалистичной, ну, более реалистичной, чем остальные, которые я до сих пор себе там думал. Вот эта история про... Ну, мы можем о ней судить дальнейшее. Вот если за ближайший месяц Медведев ни разу не пикнет о ядерном оружии, у него же есть регулярность, когда он что-нибудь сообщает. Это будет означать, что версия оказалась правильной. Вот давайте месяц последим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова